Всех приветствую, мои родные, любимые, сердцем и дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на Земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого доброго, светлого, радостного во все сферы вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо. Мы с вами продолжаем цикл видеомонологов, моих лекций под названием «Йога во Христе» или «Йога глазами христианина». Началось все, я напомню, с комментария Елены о том, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством. Ну и с тех пор я пишу эту серию. Сегодня у нас с вами продолжение пути по первой ступени или степени йоги. Это яма, принцип взаимодействия с внешней средой. И в том файлике, который я вам показываю, который я подготовил, мы идем по этой ступенечке мелкими шажочками. Мы уже с вами прошли Ахимсу, Сатью, Астея, Брахмачарью и сегодня у нас Апреграфа. Приступаем. Апреграфа. Пользуемся мы с вами как, так скажем, основой, скелетом статьями с свободной энциклопедией под названием «Википедия». Апреграфа. Нестяжательство. Понятие индийской философии – один из принципов ямы. Буквально «нецепляние за все вокруг». Свобода от жадности. Свобода от жадности. Накопительство. Стяжательство. Щедрость. Йога сутры. 2.39. Апреграфа. Стхайрие. Джанма. Катхана. Самбодха. Ну ладно. Тут разные ее словосочетания, так называемые. Когда ум утверждается в неалчности и неэгоистичности, йог обретает знания, касающиеся процессов рождения и смерти. В узком смысле неприятие. В узком смысле Апреграфа переводится как неприятие, ну или толкуется, трактуете, как хотите. Неприятие даров. В большем широком смысле освобождение от накопительства, непривязанность к содеянному – внутренняя свобода. Грубейшим нарушением Апреграфи является подавление чужой свободы, так как посягающий на нее сам внутренней свободе, например, привороты или навязывание детям мнений родителей. Также Апреграфу нарушают жадность, зависимость от вещей, чужого мнения, искусственных стимуляторов, как наркотиков, алкоголя, табака, так и кофе, сладости, музыки и многое другое. Обвинение других в своих неприятностях. Давайте мы с этим с вами и разберемся. Смотрите, насколько широкая, да, вот, казалось бы, опять я хочу на это внимание просто обратить, ваше внимание обратить на это, что вот, заметьте, начали мы с чего? Казалось бы, Апреграфа так просто. Переводится, как, если дословно, сначала нестяжательность. Сейчас, если мы проведем аналогию с христианством, чем сегодня и закончим, то, казалось бы, все просто. Я вам скажу, что это абсолютно христианское учение, христианская добродетель, да. Мы это знаем с вами, прежде всего, от начала сотворения мира. Бог разделил одного человека на двоих, что им делить-то? И когда Господь сказал, возделывай и храни, он не имел в виду, сохраняй то, что ты там наработал, да, и все в копилочку. Нет, там перевод такой русский, не совсем может быть верный. Возделывай и заботься об этом. Все, что сделал, сохрани, убереги, позаботься об этом в этом плане, да. То есть там слово забота, попеченье. Возделывай и заботься об этом. Они в смысле сохраняй там, да. Да. В сундучок складывай, никому не раздавай. Нет, конечно же, там речь не об этом. И уж говорить про Евангелие, да, о нестяжательстве, о жизни и учении Иисуса Христа, по-моему, и вообще заикаться глупо, говорить, что там этого нет, да, наоборот. Вот. Но давайте разберем по полосе. Как мы видим, в одной статье столько всего засунули, что апориграфа такое тогда неоднозначное, да. Мы, конечно же, начнем все-таки и закончим тем, как вот по Википедии мы читаем с вами, все-таки, что апориграфы, я лично буду считать в йоге, все-таки это нестяжательство. И нестяжательство действительно в простом, таком в узком смысле, да, это тоже вот тут как-то неприятие даров даже, да. Я назову все-таки нестяжательство. Мы с вами просто рассмотрим от плоти до духа, вот в этой, или ну хотите так, а хотите так, как угодно вам цепочку выставлять. То есть именно нестяжательство по телу, душе и духу. Тогда уж так. Ну и то, вы знаете, это настолько широкое тогда понятие получается, честно, я не уверен, что ему тогда место, или вот то неразделенному состоянию, место на пятом шаге первой ступени, да. Ну или как-то их надо разделять. Слишком уж много они вложили в это вот такое, скажем, одно слово, одно понятие. Давайте начнем с чего? Ну, давайте все-таки, чтобы я уж не запутался и ничего не пропустил. По ступеньке я как бы буду вот к этим трем полочкам относить. Тело, дух, душа и дух, да. Но читать буду по Википедии и давать свои комментарии, чтобы просто ничего не упустить. Буквально не цепляние за все вокруг. Ну, если речь идет здесь, в этот смысл йог вкладывает, что человек цеплянешь, что он привязан к вещам мира, и ради этих вещей готов на какие-то плохие поступки, а в принципе скупость, как мы даже здесь, или щедрость, ей противоположно добродетель будет указан, то есть он становится скупердяем, наоборот, действительно не развивает в себе щедрость, а ее задавливает, то, конечно же, в этом плане нестяжательство оно уместно говорить как правильно, вот как и в христианстве, да, и в йоге это как путь, то есть в нецепляние за все вокруг, то это действительно так. Тут даже цепляние, я не знаю, вкладывают ли они в этот смысл, йог вкладывают ли, допустим, в какое-то, в частности, хотя бы упование, да, когда мы очень часто уповаем на вещи. Кто такой христианин? Христианин, конечно же, прежде всего верит в единого Бога, который управляет всем, да, Бог всячески во всем, он вне времени и во времени одновременно, да, ничего в принципе не происходит без его воли, хотя все бытие свободно, так же, как свободен сам его создатель, либо он всячески во всем, и все это его проекция. На эти антиномии у меня уж слишком много видео, да, чтобы я здесь сегодня об этом еще больше говорил. И вот, конечно же, в цеплянии за это, за все вокруг, неважно по каким причинам получается, да, ты там уповаешь, что вот, ой, если у тебя этого не будет, что там будет что-то случиться. Ты просто, да, по страсти уже настолько привязан к вещи, что если у тебя ее отними, как у маленького ребенка, у тебя все, как говорится, земля из-под ног ушла, жизнь пошла крахом только потому, что у тебя любимую ручку кто-то забрал, да, из дома даже, своровал и твою любимую кофточку. Вот. Если, конечно же, вот это цепляние, то да, в этом плане абсолютно истина из христианской точки зрения, то есть цепляние за все вокруг, в разных обстоятельствах жизни, неважно, что если это как-то помрачает твой дух, да, то это, конечно же, плохо, да, то есть человек должен быть нестяжательным, он не должен быть привязан к каким-либо вещам мира, даже, даже нестяжателен, аж до положения души, до собственного тела. То есть когда у духа будет вопрос выбора между добром и слом, даже расставшись с этим временным телом, у настоящего человека, ну, мне кажется, тогда и у йога, не знаю, но у христианин уж точно, должен быть один выбор простой, отдать свое-то тело, да, чтобы дух остался жить благим. Дальше идет перечисление. Свобода от жадности. Ну, тут, что тут сказать? Тут, конечно же, истина, да, от накопительства, да, то есть если апориграфа, этот шаг, все вот это, свобода от накопительства, от жадности, стяжательства, это все, конечно же, и тут вот опять же, да, тут ней и плавно перетекает в да, уклоняйся от зла и делай благо, то есть наоборот щедрость, то есть не скупость, тут в одну строчку автор все-таки дает определение апориграфе, как и нетворение зла, потому что это зло, скупердяйство, скупость, да, накопительство, жадность, цепляние за все вокруг, это отражается на самом человеке, это окружается на людях, его окружающих, на всем бытие, его окружающим, да, вот, и наоборот здесь, как добродетель, это вот, соответственно, щедрость, ну тогда я просто автор как-то странно написал, он все лишь одно, у него либо получать свобода от щедрости, либо что щедрость надо наоборот себе возгревать, ну тогда это надо было привести все противоположные добродетели, все тем страстям или грехам, как хотите, нехорошим состоянием человеческого духа, он здесь описал, вот, ну здесь нельзя не согласиться, все истинно так, и действительно человек, который, опять же, знаете, вот ради чего все это надо делать, ну все мы, кто хоть сколько-то на этой жизни мало-мальски пожил, я думаю, уже все в жизни поняли, знаете, чем больше вещей, тем ты себя хуже чувствуешь, это факт, такое ощущение, что не вещи, не ты вещами обладаешь, а не тобой, у тебя пароходы, самолеты, да, вилы, дома, за всем нужен уход, все это может завтра рухнуть, кто-то что-то грабит, ты, ты становишься рабом того, что все это надо обслуживать, либо самому, либо ты там нанимаешь людей, соответственно, ты становишься рабом, тебе надо все время зарабатывать, как бы в жизни там, казалось бы, у миллионеров деньги на халяву не приходят, они не приходят даже им на халяву, они на самом деле, многие работают, понятно, они работают не больше, чем остальные, но у них в тысячи раз может быть доходы больше, да, работают они столько же, вот, но опять же, они становятся рабами всего этого, да, они как белки в колесе, они не могут, человек, у которого много вещей, он не может позволить себе вот просто вот так встать, сесть, остановиться и все, вот человек, у которого ничего нету, я говорю от опыта, вы думаете, знаю мою жизнь, понимаете, он может себе позволить все, он абсолютно свободен, а свобода, кстати, кто вкусил ее когда-нибудь, вкушал, хоть в каких-то, да, маленьких дозах, тот знает, что это такое, это и есть счастье, настоящая свобода, а вещи не делают тебя свободными, они делают тебя рабом, наоборот, это действительно так, поэтому это не какие-то, знаете, опять внешние заповеди, это действительно приводит человеку к счастью, да, потому что все вот это вот, чем у тебя больше всего, все это нужно, особенно в этом мире, все, что это тленное, все это требует обслуживания, действительно, да, сколько сил требовалось, чтобы, во-первых, достичь этого стяжательства, чтобы что-то получить, ты там годами пашешь, как раб на галеры, чтобы какую-нибудь там себе машинку купить, в кредит еще взять, потом становишься, я говорю, навеки рабом, да, в небесном царстве, как и в раю, не было тления, так вот именно, там не надо было ничего собирать, живи одним днем, как это здорово, кто понимает, что это и есть счастье, ты ни о чем не печешься, да, скажете, ой, беспечность, это же тоже, наверное, зло, ну, тут надо понять, в данном мире, где вот именно смертный, тленный, здесь мы печемся о многих вещах, но вот именно о необходимом, и надо все взвешивать в этой жизни, вот именно, мы можем сами себе придумать столько по печенью, которые, и потом жалуемся, заметьте, те люди, у которых много вот этих забот, они же потом жалуются, потому что им все это не получается обслуживать, все это не получается содержать, все это потом этих людей начинает тяготить, они еще потом на это жалуются, виноваты все вокруг, вот как мы сейчас тоже будем читать, то есть грех за грехом, и грехом погоняет, да, и греху прилепляется, чем у тебя меньше обременений в жизни, тем ты более счастлива, у тебя меньше проблем, ты просто кайфуешь от того, что ты свободен, свобода делает человека счастливым, когда ум утверждается в не алчности и не эгоистичности, йог обретает знания, касающиеся процессов рождения и смерти, ну видите, я не просто так говорил много о рождении и смерти, то есть действительно, то есть это лишь в этом мире, мы вот это хапожничаем, причем настолько мы безумны, кажется, этот мир, наоборот, все тленно, сколько мы уж сами, я думаю, все вы, как и я, пожили немножко, сколько тоже было трудов потрачено, ой, что-то у меня в жизни не было, в 15 лет там гараж покупал, все это делаешь, инструмент, ремонт, старую машину, сколько я в нее сил вбухивал, чтобы из восьмерки ВАЗ-2108 сделать Мерседес, я несколько лет потратил на это, просидя в грязном, вонючем гараже по уши, вот так, чтобы что-то из нее слепить, и то, что я слепил, оказалось совсем не Мерседесом, я сколько туда вбухал сил, энергии, весь инструмент там остался, потому что гараж был не мой, машину этого концовки, я вот так тоже подарил ее, как всегда там разбили, потом дальше точно так же, потом я мастерскую помню, открыл, это я вот что помню, сколько я в разные работы вкладывал, сколько в разные дела, сколько действительно иногда в какие-то общие дела туда вбухиваешь или в свои, и потом все это где-то оставалось, ты через год покупаешь чуть ли все не одно и то же, думаешь, где вот то, да, тогда меня тяготило, я вынужден был уже отдать, потому что это нести, как чемодан без ручки, тяжелее, чем проще отдать, потом уже думаешь, надо будет опять куплю, когда покупаешь, думаешь, зачем тогда отдавал, сейчас бы не покупал, сколько опять сил потратил на все, на это, ведь ты же пашешь, чтобы потом это купить, поэтому, конечно же, когда ты задумываешься вот об этом круговороте, а мы зачастую рабы вот этого материального мира, особенно мира 21 века, не то, что христиан, а всех людей, это мир потребления, люди сидят на этой игле, всегда что-то надо, 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 ты за это надо становишься рабом, продаешься в рабство, этому надо, ты вечно пашешь, вот, и, что, один телефон меняешь на другой, одно дело, действительно, прошла смена поколений, технологий, ну, ты обновил себе вещь, другое дело, ты еще ничего там, в новый телефон добавилась одна функция, которой ты и пользоваться не будешь, но только потому, что у нее новая модель, новое название, ты ее покупаешь, старую практически выкидывая, потому что, в мире потребления, все любят только новые вещи, бэушные, уже перестают пользоваться вообще какой-либо популярностью, вот, действительно, все верно, это все рабство, и к хорошему оно не приводит, а этот человек обретает познание, сейчас задуматься, зачем мне все это, у нас есть смерть, мы все время задуматься, с собой я не унесу, все известные понятия, в гроб не заберешь, да, и так далее, и ты начинаешь задуматься, и познаешь, что, слушай, когда я буду бессмертен, когда я буду вечен, в новой жизни, зачем мне все это, зачем мне вообще это все собирать, зачем мне строить хранилище, и собирать, если все это вот, руку протянул, как в раю, и сорвал любой плод, как-то надо просто научиться этому истяжению, да, а мы готовы в раю все себе подхрести, на всем этом сесть, и никому не раздавать жадность, да, второй подпункт, в узком смысле, неприятие даров, ну, тут тоже, знаете, такое себе, что значит это неприятие даров, этой статье, я, мы с вами не сможем, узреть, это надо более, мы достаточно поверхностно, идем, все равно я хочу, да, параллельно сказать, вы понимаете, потому что у йогов, у индуизма, у кого угодно, у любой религии, есть достаточно более узкие, глубокие писания, труды, мировоззрения, высказанные на бумаге, сейчас это на словах аудио, или видео, материалов, то есть, конечно же, я просто как христианин, читаю вот такие поверхностные статьи, с Википедии, что-то либо вкладываю, либо добавляю, либо предполагаю, тут надо, да, отнестись с пониманием, в общем, это не суть важна, потому что, если я вложил не то, ну ничего страшного, а не где-то в другом месте, возможно, а если то, ну слава богу, да, и вот по поводу непринятия даров, ну тоже себе, я уже говорил, если людей поделить на две категории, любящих меня, и людей посторонних, и моих врагов, это все одна группа, не любят, так скажем, ко мне никаких отношений не имеющих, или просто ненавидящих меня, то что значит, ну от посторонних людей, да, надо вообще-то по жизни, кто знает, с опаской принимать подарки, да, но от своих людей, как ты не будешь принимать дары, подарки, тут как угодно это слово переведи, это же дело любви, а отвержение дела любви, ничем не лучше, не любви, да, поэтому тут, конечно, надо было что-то более разжевывать, но я просто говорю, я беру за основание, и в принципе высказываю свои христианские мысли, уж не важно, насколько они там совпадают, с йогическими, это уж, может появится в комментариях какой-нибудь йог, и опять же, он будет только сам за себя говорить, он не сможет говорить за всю планету, за всех йогов, за все направления, тем более, если он не является автором этой статьи, он не может за него говорить, может я его правильно понял, может неправильно, вот он тоже сможет лишь предполагать, ну мы просто рассуждаем, взяв за основание вот эти вот принципы, я просто говорю со своей стороны, как я считаю правильным, дары от близких, конечно же, подарок это дело любви, отвернуть его это дело нелюбви, а вот от посторонних, да, возьмем опять крайне, если это ваш эвраг, скорее всего это подстава, если это люди посторонние, или так еще мало близкие, слабо далекие, как-то так, да, что-то такое, тяни, толкай, вчера знаком, два дня знакомы, как говорится, да, уже такие подарки, надо все с очень осторожностью принимать, потом с вас скорее всего за это спросят, предъявят, сначала помогали, потом скажут, а, верни мне все обратно, я помогал тебе, когда ты был такой, а теперь ты не соответствуешь моим требованиям, то есть тут опять для чего это, это не какие-то внешние заповеди, я говорю, применимы для жизни, чтобы вы все были счастливы, как счастлив я сам, с дарами будьте осторожны, да, когда от чистого сердца знаком, пусть даже незнакомы людям, близким ты ничего уже не говоришь, кроме спасибо и объятий, и поцелуев, да, людям далеким ты можешь лишний раз поинтересоваться, спросить, что, как, зачем, а в курсе, что это на добровольной основе, вот я как проповедник, который в принципе живет тоже, можно сказать, от подаяния, от помощи, от поддержки разных людей, и кто-то меня, я даже этих людей не знаю, и естественно говорю, что если кто-то хочет меня поддерживать в моем служении, так как я тоже нуждаюсь в пище, и питье, и крови, и каких-то прочих вещах, оплаты счетов, то, пожалуйста, делайте это, делайте это добровольно, от чистого сердца, чтобы ничего потом с меня не спрашивать, точно так же, как вы другим всем остальным, помогайте, поддерживайте еще кому-то, в чем-то участвовать, в каких-то проектах, да, вот, потому что, я вам ничего вернуть не смогу, да, это все на добровольной основе, как совместное служение, вот и все, поэтому такое, мое личное отношение, к дарам, к подаркам, да, просто их отвергать, вообще всех, а то все, и навсегда, это, конечно, неправильно, сам Иисус, я уж сошлюсь еще на Евангелие, на учениях Христа, сам Иисус принимал служение, в разных видах к себе, вот, они со всеми учениками, даже то служение, которое было при Иисусе, так скажем, принимали те же самые дары, да, сами эти ученики потом делали, мы в книге Деяний, в посланиях апостолов, это читаем, об этом узнаем, так что, тут просто, что от кого и почему, да, от кого-то можно и не принимать, а может и нужно, да, все надо с рассуждением в этом плане делать, в широком смысле, освобождение от накопительства, но об этом мы с вами поговорили, непривязанность к содеянному, внутренняя свобода, ну, вот тут по поводу непривязанности к содеянному, и внутренняя свобода, ну, внутренняя свобода, это вообще какой же пик, верх, который мы с вами поговорили, то, что дает человеку, а вот по поводу непривязанности к содеянному, Но, если честно, тоже настолько размытое какое-то определение или ступенька, хотите, здесь автор дал, что мне даже комментировать непонятно ее как. Я уже говорил о привязанности-непривязанности, все, в принципе, сказал. Что значит это содеянное, в каком смысле содеянное, мое накопительство, что вот он тут имеет в виду, и, честно, так как не совсем понятно, я даже не буду комментировать. Грубейшим нарушением апариграхи является, нестержательство, является подавлением чужой свободы. Так как посягающий на нее сам внутренне не свободен. Здесь я тоже хочу внести корректировки, неважно, что имеет в виду автор, может быть, он имеет в виду то, что я сейчас скажу более пространно, потому что это достаточно, как я сказал, короткие статьи все. По поводу подавления свободы, я сам всегда проповедую свободу, что твоя свобода заканчивается там, где начинается другого. Но только заметьте, что другие тоже путают вещи, что почему-то теперь я, допустим, как человек, как личность, вот сейчас есть блок, я почему-то не имею права ничего высказывать в своей мысли, да. Что веганство это хорошо, а убийство это плохо, да. Мне говорят, ой, ты мою свободу нарушаешь. Слушай, вообще ты на мою страничку как-то зашел, или даже пусть ты в новостях увидел. Пусть это какая-то публичная площадка, типа там Яндекса, Ютуба или еще что-то. Я твою свободу пока не нарушил. Ты вправе не тыкать по этому видео. Это ты тыкнув, ты уже зашел ко мне. Это, кстати, ты нарушаешь мою свободу, если ты наезжаешь. Ты можешь послушать, согласиться или нет, и уйти спокойно, пожелав добра, не пожелав ничего, если ты не согласен и считаешь меня самым негодеем на земле. А я твое нарушу. Когда я буду тебе в голову лезть, да, биться к тебе, сообщениями закидывать, от того, что я публично на публичных площадках выкладываю свои мысли, это как раз не нарушение свободы. Это я просто на живом примере, как всегда, что мне ближе к телу высказываю. Вот здесь то же самое. Конечно, я не знаю, что имеет в виду автор, да, потому что дальше будет еще чуть-чуть похлеще. И если он имеет в виду то, что он имеет, то, что я думаю, что я считаю плохим, да, то это плохо. Если он, конечно, по-другому мыслит, то слава богу. То есть, вот что вот это вот за такое, да, по его мнению, нарушение, подавление чужой свободы. Почему-то слово именно подавление, да. Не просто там, да, ты случайно зашел, именно ты давишь. Вот когда давят, да, я согласен. Когда давят на человека. А когда человеку дают выбор, или, так скажем, ультимативно его этого выбора, в этот выбор загоняют, в плане, что извини, я с тобой общаться не хочу, у него уже нет выбора общаться с тобой, ты сам от него отошел. Это нормально, это не подавление его свободы. Вот именно человек бесноватый, я от него отхожу, это не значит, что я подавил его свободу. Вот тут все эти вещи надо понимать, они, в принципе, простые, понятны по жизни. Да, а, конечно же, прессовать кого-то, давить мы не имеем права. Это я согласен с этим. Но твердо стоять в истине, проповедовать истину, мы не то, что должны, мы можем, мы обязаны и должны, да, а не просто можем. Или имеем, не имеем права, мы обязаны это делать. Так, например, привороты, ну, тут вот опять же, вот смотрите, и автор, автор, в принципе, дает примеры, почему говорю, меня вот эти примеры смущают. Он пишет, например, привороты, привороты, я сейчас согласен, но приворот, знаете, такая вещь, тут он уже вообще вклинил, что ты привлекаешь третьего человека, какого-то типа колдуна, который действительно посредством какой-то черной магии, если ты вообще все участники в это верят, привораживает какого-то, то есть насильственного человека, этого привязывая к себе. Об этом вообще даже речи не идет, да, я согласен. Но дальше автор пишет, или навязывание детям мнения родителей. Слушайте, ну, тут вообще такой вопрос, что за дети, что за родители. Если моим детям 5 лет, а я родитель, да, я навязываю мнение не убивать, не красть, не воровать, разве это в соответствии о париграхе, разве это соответствует, есть не стяжательство, что я своим детям и своих детей не учу добру, нет. Одно дело, действительно, взрослые дети, если это касается вообще каких-то, знаете, ну, не знаю, правильно сказать, невинных вещей, что я им навязываю, я сам действительно там, ну, хоккеист, да, и детеныша своего тащу в этот спорт, еще и в хоккей, в частности, а ему это вообще поперек горлу, да, он художник, там у него слабенькие ручки, а я его как безумный папа тащу куда-нибудь, да, в высшую лигу хоккея, это, конечно же, глупость, это не соответствует в париграхе, да, не стяжательству. Хотя, я говорю, как видите, первое поделение, оно как даже не звучит с этим, с не стяжательством и нарушением чужой свободы. Ну, раз мы это с вами видим в статье, я хотел бы, конечно, об этом поговорить в рамках статьи, которую мы читаем, никуда не денешься, вот. Взрослый и, опять же, взрослым детям, тут уже взрослым, то есть, и детям, да, вот есть разница, одно дело учить добру, и другое дело всего вот этого внешнего мира, который, все, что мы в этом мире делаем, действительно, зачастую просто пустое, да. И вот в пустом прессовать своих детей будет, конечно, глупо, а в научении добра это обязанности родителей передать детям своим знания добра и зла, примером своей жизни и словом. Вот, я думаю, надеюсь, что автор, конечно, рассказывая об париграфе, не имеет это в виду. Вот. А взрослых детей ты уже и действительно прессовать, как мы же с вами показали, и любых других людей, и вообще родители, которые не стали своим детям друзьями, а почему до конца жизни, а точнее надо это уже с этой мыслью расстаться в совершеннолетии своего ребенка, если вы своим детям не стали друзьями, если вы сами, доживши до таких возрастов, не доперли, что все люди одинаковые, что в Царстве Небесном не будет ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестер, ни мужа, ни жены, да, будем все как ангелы на небесах пребывать, и что мы все равны, и что одних других рожаете, вы, может, не один раз в этой жизни перерождались, и вы своим же детям были родителями, и своим родителям были детьми. Надо об этом тоже не забывать, поэтому нормальные родители, да, придя в совершенный духовный возраст, должны понять, что и когда дети, дети становятся совершеннолетними, становятся способны, чему надо приложить все усилия, чтобы они сами себя стали свободны от вас по плоти, сами себя обеспечивать, да, возделывать землю, как хотите, если начнем с самого простого, с древнего, и заканчивая сейчас современным миром, там, любую профессию обрести, технологическую какую-нибудь, там, сидя за компьютером, он что-то делает, да, естественно, отпустить его полностью и духовную свободу. Все, что могли, вы в него должны были еще до 18 успеть вложить. А уж когда нет, то нет. Тут уж вы выбираете на уровне друзей, братьев, сестер, даже из-за чего-то там общаться или нет, кто-то пошел по темному пути, это не значит, что мой ребеночек, я буду тебя любого любить. Любить я не имею в виду внутреннее состояние, а я внешне буду проявлять, по головке гладь, когда ты сидишь, режешь кому-нибудь ухо, даже человеку, да. Прочекотила мама, говорила, он мой любимый сыночек, не трожьте его. Это же бред, да. Выросший духовный человек, должен все это, конечно же, понимать. Так, где мы тут с вами остановились, я куда-то прокрутил. Так, грубейшим, предварительно детям. Также апариграху... Сейчас я с вами поделюсь. Также апариграху нарушает жадность, зависимость от вещей, чужого мнения, искусственных стимуляторов. Ну, давайте потихоньку. В зависимости от вещей, в принципе, мы с вами поговорили всей этой жадности. Чужого мнения. Ну, тут нестяжательство. Ну, можно, знаете, что это истяжатель, тогда тщеславие, славы, да. То есть люди, которые... По поводу, что надо независимо от чужого мнения, это естественно. Одним из моих любимых выражений, цитат, является, что не позволяя шуму чужих мнений заглушить голос истины в твоем умном сердце. Это, конечно же, я тут полностью согласен. Аминь. Ну, как-то к париграфе, как к такому узкому переводу нестяжательства, я говорю, как не совсем клеится. Ну, будем воспринимать апариграфу как вот это такое непереведенное русское слово. Тогда мы действительно в него все это вкладываем. Здесь, конечно же, аминь. Все истина. Искусственных стимуляторов. Тут... Ну, я вот что-то тоже не пойму. Я говорю, у меня все равно апариграфа ассоциируется, как нестяжательство. Не знаю, как вы это слышите. У меня вот прям как засело в голову, да. И вот автор статьи как-то слишком много очень разных вещей всовывает вот в это вот слово определение, добродетель, если хотите, да. Вот. То есть апариграфу нарушает искусственное стимулирование наркотиков, алкоголя, табака, кофе, сладости, музыки и многого другого. Ну, я вам уже в предыдущих роликах по поводу удовольствия, да, говорил, что есть законные удовольствия, есть незаконные. О незаконных речи вообще о законе. Я имею в виду о законе бытия, о законе Бога, о законе любви. Все, что этому закону противоречит, об этом вообще и речи быть не может. Ты этого не делаешь. Никогда этот закон не нарушаешь. Если речь идет о законных наслаждениях, кто знает, у меня есть ролики об алкоголе, даже... Ну, я табаки не записывал. Я говорю, в принципе, получаете... Если вы получаете, я вот сам курил... Сколько получается? Ну, 15 лет, да. С 10 возьмем до 25, вот почти до покаяния. Потом бросил. Я считаю, что курение – это тошновка. Я сам курил и знаю, что это такое. Честно, от курения никакого удовольствия. Кто-то говорит, ну, Янг, я кайфую. Но я так тоже себя убеждал, что я кайфую, что вроде прикольно. На самом деле, честно вам скажу, я всегда думал, что это блевотина какая-то. Это тошнотина. Это... Во-первых, это вонь. Мне самого от себя был противный запах, честно вам скажу. Уж не говоря о том, что у меня, наверное, половина женщин было не курящих, а то и больше половины. Я представляю, как им было это неприятно. Потому что мне было неприятно самому. Какая-то вонь. Я сам не могу, как бросил. Мало того, ты когда куришь, сам не можешь. Те очень тяжело находиться в задымленном помещении, закуренном, с курящими людьми. Сейчас они курят или от них просто воняет, когда они не курят. Поэтому тут, конечно, выбор каждого человека. Но мне неприятно с курящим, потому что это вонь. Это не запах. Запах, он тебе приятен. Вонь сигареты, она мне лично неприятна. И я думаю, что у многих. Алкоголь тоже самое. Кратко сейчас скажу. Если ты пьешь в меру, ты от этого только лучше, такой, как я. Я могу выпить бокал 2-3 вина. Я могу выпить бутылочку, 2-3 пива. Я могу выпить до 0,5 крепкого даже напитков. Во-первых, меня Бог наделил тем, что я от алкоголя не дурнею. Я все помню, в отличие от некоторых. Когда он напьется, надебоширит, а я нет. Еще потом ничего не помнит. А я становлюсь еще более ласковым, добрым, нежным и веселым. И все прекрасно помню на следующий день. То это все зависит от человека. Если и вокруг тебя такие же, то я могу... А вокруг меня еще такая компания. Я сам собираю, когда я это себе позволяю, с кем-то отдохнуть или там даже один могу себе позволить. Мне нравится вкус, допустим, пива. Хорошего, настоящего, живого пива. Почему нет? Я могу себе позволить. Мне нравится вкус. Я получаю удовольствие. Никто от этого не получает вреда, но никто и пользы. Я получаю удовольствие. Почему от этого отказываться? Об этом мы с вами изучали просто в Брахмачарье. Ты когда приходишь в совершенство Брахмачарье, познаешь себя, ты понимаешь, а вообще зачем тогда жить, если я не получаю удовольствие? Если никто от меня не получает удовольствие, и я не получаю ни от кого? Жизнь бессмысленна. И поэтому тут я не знаю, что имеет в виду автор. Очень близко к Брахмачарье. Вроде бы мы этот путь прошли, то он как-то так пишет, искусственные стимуляторы. Что такое искусственное? Что пиво искусственное назвать, знаете, ну тогда давайте любой батон искусственный назовем. Он тоже переработан в пшеницу, в муку перемолот, потом выращен в пшеницах, в муку перемолот, мука в тесто превращают посредством определенных телодвижений, потом все это раскатывают, потом все это еще и на печке вжигают, только потом у тебя хлеб, там лаваш, не важно, что получают, значит искусственное. Что это? Как это искусственный стимулятор? Да возьмите тот же самый табак, уж я хоть и против него, обычные листья сухие, закрученные в трубочку, а все, что ты потребляешь зачастую, все искусственно. Ты мебель получил за счет того, что ты что-то первоисточник, какое-то дерево там, тряпочку обработал как-то, как-то что-то сделал. Тут я вот с автором совсем не согласен, когда мы вот к этому подошли. Кофе там, сладостей. Если это не вредит организму, если ты всем правильно пользуешься, что такое сахар там тот же самый? Это, конечно же, концентрат. Его в живом виде нельзя употреблять, действительно, хотя я сам употребляю по ложечке, вот именно, я считаю, что я контролирую себя, потому что я смотрю на себя, мне это не вредит. Но, опять же, я же контролирую себя. Я сахар себе позволяю только вот в чай, в кофе, там, в одну ложку, да, все. И то не всегда. В чай уже нет, потому что я с сухофруктами, с нормальной глюкозой, самой настоящей, которая из фруктов. Вот, тоже самое кофе. Ну, мне разные скидывали ссылки, что кофе – это вред. Но я им только верю. А вред или нет, я не знаю. К медицине, кто знает, тот тоже знает, как я отношусь. Она – это абсолютные фантазии просто. Или причинно-следственная связь, которая далеко не всегда работает, мягко, скажем, недалеко. И вообще, причинно-следственный метод – это не истинный закон проверки истины. Да. Правды. Это абсолютно нет. Причинно-следственный закон такой же обманчивый. Ты можешь 10 раз что-то понаблюдать, на 11 раз окажется совершенно противоположным. Значит, это не закон. Это просто наблюдение. Вот и все. И поэтому, когда он сюда все впихнул, и это только тока-тока и многого другого, он же т.д. То есть, такое ощущение, что мы начали… Ну, в принципе, может быть, так и есть в йогизме. Вот я вам говорю, если это вот так, вот то, что мы сегодня читаем. Вот вам живой пример, почему я никогда не стану йогом. Я считаю, и это я могу сколько угодно считать, я всегда проповедую то, что имеет смысл в реальности. Каждый из вас знает, что… Я говорю, пройдя Брахма-чак, Брахма-чарья, чарью, да, познание себя, познание Бога через вот воздержание от наслаждения, действительно, ты познаешь, что жизнь без наслаждения просто не имеет никакого смысла, никакой цели. Тогда бессмысленно стремиться в небесное царство, особенно христианину, в котором ничего нету. Это пустое бытие, это черная дыра, это космос, в котором ничего нету, черная, все, тьма. Если вы в такую небесное царственность, то я нет. Я стремлюсь в небесное царство, где все, одни, вечный кайф, законный, какой был и в раю. Одно условие. Я ем все, что мне позволено, но не убиваю животных, чтобы их сожрать. Птиц или рыб, неважно, живые существа. Я занимаюсь сексом с кем угодно, но я не изменяю своему партнеру, мужу, жены, как здесь есть, что причиняет. Я уже говорил, кто о том, что шокирующе будет ставить слова. Я могу дать ссылки на другие ролики, где я более подробно тему говорил. Я верю, основываясь на словах Иисуса Христа, что там не будет ни муж, ни женского, что там не будет жениться, выходить замуж. Там мы все будем одного пола и там как-то мы можем соединяться в максимальной любви даже посредством тела и это будет нормально. Это сейчас может кому-то показаться какой-то дикостью, да. Представьте это, вот и все. Здесь же почему-то мужчина с женщиной соединяются, это не кажется дикостью. Я верю, что там все будет возможно. А когда не будут жениться и выходить замуж, то может быть у нас тогда ревности не будет, что-то Бог вложит. Ведь мы же сейчас, я там пример приводил, когда трое друзей стоят и каждый с другим за руку здоровается, ни у кого же ревность не вызывает. Это наоборот, я счастлив, что мой друг с моим другом на ты, а я с его, и вот так, чем нас больше единеет, тем мы счастливее. То есть я говорю опять о какой-то законности. Здесь да, здесь реально у человека Бог так положил ревность, чтобы мы возросли в добродетели чего? Вот именно вот этого вот ущемления. Да, хочется со всеми. Но ты причинишь боль тому, кому ты обещал быть верным, и вот чтобы подвязаться в этой добродетели верность, она не нужна будет, так скажем, в вечности. Ты должен будешь просто эту брахмачарью пройти путем этой жизни. Ты кому-то пообещался, обед дал, я буду с тобой навсегда. Все, ты обязан его исполнить. Иначе ты причинишь человеку боль. Вот так вот. И так везде во всем. Поэтому, когда сюда вот автор все впихнул, если апариграхи это вот это вот, да, что пользование всеми радостями, законными радостями жизни, даже в этой земле, уж говоря о небесном царстве, где все это будет многократно лучше, больше, то я не согласен. Тогда вот это йога не для меня, да. А судя по контексту, именно так. Что тут у нас еще? Музыки, да? Ну как вот, я говорю, что музыка? Сама по себе плохая или хороша? Музыка, как она прекрасна, как она ласкает мои уши, как у меня, я не понимаю как, но внутри меня все трепещет, когда я слушаю какую-то музыку, там определенную, такое определенное настроение, и просто мне хорошо. Хорошо, когда мне будет плохо, это меня поддерживает, да. Когда мне будет хорошо, это еще усиливает мою радость, я там еще больше танцую. У меня душа танцует, если даже привязанной к кровати или парализованной какой-то. Это необъяснимо, это же так чудесно, Бог придумал все это, мы слышим, мы видим. И вот сюда все это впихнули. Если это йога, мне еще говорят, вот почему ты не йог, ты, да ты есть йог, ты все как они говоришь, я говорю, вот нет, пожалуйста, я не йог. Я эту ступеньку перепрыгнул и выкину ее, вот этот шаг, перепрыгнул по этой ступеньке ямы и выкинул бы вообще этот шаг, чтобы его не было. Это не моя йога. Что тут еще? Аналогии ямы в христианстве. Заповедь не сотвори себе кумира, Господу Богу, одному поклоняясь всемодному служению, не может служить Богу и мамой. Ну, вы знаете, все эти статьи, вот я сколько мы с вами уже пятачок, получается, прошлись, пятый шаг у нас сегодня, первые ступени. Я, конечно, убеждаюсь, что человек, ну, возможно, и он меня со стороны бы назвал, и в комментариях, может, кто появится и в личности, в личном йоге меня назовут таким же невеждой в йогизме, да, я вот понимаю, когда человек какие-то аналогии с христианством проводит, он его плохо знает, либо у него что-то свое в голове, ну, я вам говорю, у меня прежде всего, если уж в призме христианства, чтобы йогу сделать более правильной, я бы вот в этой апориграхе оставил бы только нестяжательство, действительно, непривязанность к вещам, нежелание обладать, да, жадность еще можно, вот эта стяжательность, да, рабство этим вещам, человеческих мнений даже, я это все согласен, да, вот, ну, по поводу христианства надо было даже не пропустить, и я хочу сейчас закончить, что тут у нас еще есть, расплаты за нарушение апориграхи, в соответствии с законом кармы, нарушившись чью-либо свободу, сам окажется не на свободе, зависящая от денег, карьеры, титулов и других лжеценностей, будь несчастлив до тех пор, пока он привязанность не порвет, и этот разрыв очень часто болезненный, некоторые примеры расплаты с кармическими долгами, апориграхи, оказаться в следующем воплощении наркоманом, в этом случае придется либо приложить много усилий, чтобы бросить наркотики, либо потерять здоровье, попасть в секту, со всеми для себя последствиями потерять своего любимого человека, тут что-то я тоже не понял, он имеет ввиду, что если ты уже наркоман, а ты в следующей жизни опять будешь наркоманом, какая-то глупость, а если ты по закону кармы, ты был стяжателем в деньгах, но в следующей жизни родился наркоманом, ну как-то тоже, чтобы просто познать эту ступень, через, так скажем, привязанность именно к наркотикам, а не к деньгам, ну такое себе, я убежден, что человек проходит опытным путем другим, да, по опыту своей жизни, мы как раз вкушаем плоды дел своих, вот действительно, если ты в этом жизни был наркоманом, но не отрекся от этого, не прошел этот путь, да, ты в следующий можешь опять по этому пути пойти, отрекся все, ты это победил, более того, ты победив это, неважно, в следующей жизни, когда у тебя встают подобные вопросы, но относительно другого, ты просто действительно прошел путь, вот это, да, опария, аграхия, обрел эту добродетельность, нестяжательство, и уже не важно в какой сфере ты остаешься вот этим априаграхом, не знаю, как правильно сказать, то есть нестяжательным, да, в этом плане, тебе уже не важно, ты во всех сферах стал это, да, пройдя по какому-то внешнему пути, один путь практически, да, и на нем набив вот этих шишек, познав, ты уже потом применяешь это ко всем, а тут как-то автор тоже, не знаю, не совсем, мне это мягко скажем, близко то, что он написал, сказал, ситхи, ну, ситхи, я каждый раз говорю, да, тут вот википедии, особенно очень легко, они все тоже совершенствуют, просто он наводишь, даже на отдельную страницу переходить не надо, в запрос искать, ситхи, это сверхъестественные силы, возможности, развитие, развитые благодаря духовным практикам, способность творить чудеса, обычно этот термин встречается в литературе по йоге и буддизму, в аджьярны, учение об этих совершенствах излагается в айупаре, особенно, ну, и так далее, ну, хотите, я буду по-русски говорить, да, то есть, результаты, обретаемые исполнением апареграхи, достигший совершенствовав апареграхи, получает в дар чувство покоя, ничем не нарушаемой, радости и непередаваемое блаженство, ну, тут я соглашусь, потому что я вам, в принципе, об этом и говорил, да, это мир, тебе не за что печься, переживать, да, и покой, и действительно, непередаваемое блаженство, это факт, я уже об этом говорил, закончить я хочу, что, возможно, меня слушают не, буду слушать этот ролик, серию этих роликов, не христиане, для них я хотел бы зачитать достаточно небольшой отрывок из Евангелия от Матфея, это, может быть, даже не христианину, всем известная Нагорная проповедь, которую говорил Иисус, по Евангелии от Матфея так она, о том, что действительно сам Иисус, Господь, Учитель, Бог явился во плоти, и делом, самое главное, и словом, проповедовал вот об этом нестяжательстве, на самом настоящем, конечно же, в полноте, особенно в красках, кто знает, именно Евангелие от Луки, не вот это вот от Матфея, от Луки, красной нитью, вообще называли так, всегда таким Евангелием нищих, да, там тема богатства, и нищего, денег, халочности, жадности, вообще красной ниткой, через все притчи, через все слова, горе вам богаты, сколько притч об этих богатствах, о жадности, о этих случаях, кто знает хорошо Евангелие от Луки, тот меня поймет и подтвердит мои слова, ну, а я хотел бы вот такой, достаточно отдельно, объемнейший кусочек показать, я говорю, может быть кто-то, ну, и христианам будет отрадно в очередной раз услышать слова Иисуса, да, может быть, встать на путь, если они еще не стояли на пути нестяжательства, ну, и показать, что действительно в этом плане, если бы, вот не то, что мы с вами сегодня читали в Ягизме, если там это просто какое-то бессмысленное отречение от всех законных удовольствий, то само по себе истяжательство, конечно же, оно зло, оно не делает человека, что счастливым, нестяжание действительно делает его таковым, ну, и давайте почитаем и на этом сегодняшний ролик закончим, сейчас сказать или потом, давайте уж и закончим, я обещал в каждом ролике отвечать на вопрос Елены о том, ну, о том, что же такое йога, в очередной, в очередном шаге первой ступени мы с вами узнали, о нестяжательстве, это есть йога, и о том, как я к нему отношусь, я уже говорил ко всем этим нюансам, и стоит ли заниматься христианину, но я в принципе все говорил, каким вещам, особенно раз такие широкие понятия вхожи, давайте от них отойдем, что-то я считаю слишком много туда в одно вложили, а вот действительно нестяжательство, независимость, свобода от чего-либо в этом мире действительно и плотского, и духовного, даже как-то скажем, душевного, чуть ли не чужих мнений, вот это все, это больше душевному, духовному, ну, ты может быть и по-духовному зависим, это тоже очень важно, вот эта свобода от всего, вот действительно она делает тебя блаженным, нужно ли христианину практиковать такую йогу, конечно, нужно, обязательно, можно, не можно, а нужно, вот мой ответ, вот в таком вот виде, ну, я говорю, в примере, христианам я напомню слова Иисуса, небольшую его, да, речь из Нагорной проповеди, кто с этой темой боли, как я говорю, хочет углубиться, пожалуйста, Евангелие от Луки, вам вообще раскроет эту тему, тему нестяжательства, богатства и денег, ну, у кого появится интерес, если вы не христиане, прочитайте Евангелие, любое возьмите, ну, а лучше Матфея и Марка прочитать, и все вам станет ясно, ну, на этом все, я с вами прощаюсь, напоследок зачитаю эти слова, не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржавчины истребляют, и где воры подкапывают, и крадут, не собирайте себе сокровища на небе, где ни моли, ни ржавчины не истребляют, и где воры не подкапывают, и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше, светильник для тела есть око, и так если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно, и так если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете слушать Богу и Мамоне. Потому говорю вам, не терзайтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что одеться. Душа, не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть, и об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь, не терзайтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же, прежде всего, Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь, то есть не терзайтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей. Соломонононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононононон Субтитры создавал DimaTorzok